Врачебный коллектив центральной медико-санитарной части принимал у себя гостей руководства областного онкологического диспансера номер 2. Доктора провели конференцию, посвященную оказанию медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в нашем городе. К сожалению, заболеваемость магнитогорцев раком превышает и среднеобластные показатели, и общероссийские. Консолидация усилий специалистов всех лечебных учреждений в ранней диагностике рака, лечении пациентов, стали главными темами обсуждения на врачебном форуме. Продолжит Юлия Никифорова. Основным докладчиком конференции, посвященной вопросам оказания медицинской помощи онкобольным в Магнитогорске, стала главный врач областного онкологического диспансера номер 2 Елена Заболоцкая. В первую очередь она познакомила своих коллег из центральной медсанчасти с подробностями статистики заболеваемости раком магнитогорцев по итогам 2016 года. В прошлом году в нашем городе было впервые выявлено 1994 случая онкозаболеваний. К чести медиков в плане организации профилактической работы, около 60% случаев из них обнаружили на начальных стадиях, когда человека можно полностью избавить от опухоли. Но, увы, по той же статистике, в прошлом году треть пациентов обратилась в лечебные учреждения с запущенными форумами рака, когда полностью избавить человека от недуга уже невозможно. Это особенно обидно, говорит Елена Геннадьевна, учитывая, что для диагностики самых распространенных видов рака в магнитогорских больницах и поликлиниках есть все необходимое. Флюорографические установки, всем известные японки, также хорошо оснащены гинекологические кабинеты, работают маммографы. По статистике, самая распространенная форма онкозаболеваний среди магнитогорцев – рак кожи. Ну, а далее – это рак молочной железы, уже догоняет рак кожи, рак желудка, рак предстательной железы у мужчин, рак толстого кишечника, прямой кишки, ну и далее уже рак лимфопролиферативные заболевания идут. То есть вот это основные заболевания. Рак легких, извините, я забыла. Ну, то есть это практически все те болезни, которые можно диагностировать. Оказанием плановой медицинской помощи онкобольным в нашем городе занимается коллектив онкологического диспансера. При этом пациенты, страдающие раком, поступают во все, без исключения, медицинские стационары. Поэтому обмен опытом, консолидация усилий медиков очень важны и нужны. Те пациенты, которые попадают в общую лечебную сеть, это пациенты экстренные, это с тяжелыми осложнениями, с перфорациями, с перитонитами, с распадом опухоли, зачастую запущенные случаи. Поэтому, я думаю, наша конференция, наш диалог будет полезным и взаимовыгодным. В ходе встречи медики онкодиспансера рассказали коллегам о возможностях своего лечебного учреждения, оборудовании, договорились о дальнейшем сотрудничестве. Юлия Никифорова, Влад Набиев, телекомпания ТВИН.